Бесформенное сознание Веджиняна Философия буддизма отвергает понятие души как духовную субстанцию, которая содержит в себе личностные качества или личность человека. Буддисты считают, что человек не имеет духовной личной составляющей, которая бессмертна и которая после физической смерти человека переходит в духовный мир и которая содержит в себе личность человека с памятью, с характером, эмоциями, размышлениями, взглядами. Веджиняна 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 прожило в физическом теле под номером 1. После физической смерти этого тела сознание перешло в тело под цифрой номер 2, затем в тело под цифрой номер 3, потом под цифрой номер 4 и так далее. Здесь следует отметить важный момент. Переход в следующее тело является не переселением личности, а продолжением жизни сознания. Другими словами, переселения нет. Есть просто непрерывная жизнь в разных телах. Вот эта непрерывная жизнь сознания в разных телах и называется Виджана. Замечу ещё такой очень интересный момент. Проживая в разных телах Виджана, то есть сознание, проходя через разные обстоятельства жизни, делая какой-то свой выбор, либо хороший, либо плохой, приобретает определённые характерные черты, склонности от предыдущих состояний жизни. Таким образом, Виджана сознание аккумулирует или накопляет в себя эти характерные черты и переносит в следующее тело, в котором проживает свой отрезок жизни, при этом не содержа в себе личностные качества. Итак, подведём с вами итог. Виджана — это не личность, которая выражается в виде духовной субстанции, переселяющейся из одного тела в другое. Но это бесконечная жизнь сознания в разных телах. Но возникает вопрос, кто является творцом сознания? Или есть ли начальная точка, когда сознание начало быть? Будда учил, что первого момента начала существования того или иного сознания найти невозможно. Другими словами, буддизм затрудняется ответить в том, когда всё начало быть. Есть просто предположение Будды, что это существовало вечно, не имеет ни начала, ни конца. Отсюда и делается следующий вывод, что не было никакого акта творения великим Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова